Привет дорогой друг, на связи Владимир Коваленко, я эксперт в области продвижения сетевого бизнеса онлайн и в этом видео я вас научу как создавать вкусную, сочную, восточную, этическую взятку то есть бесплатный продукт, который будут скачивать люди, которые будут смотреть, вовлекаться и утепляться с вами то есть с вашей личностью. Ни одна воронка сейчас не обходится без бесплатного продукта нам нужен для того, чтобы получить контакт. Ну а если очень классно оформлено, дизайнерское, продающее, упакованное то тогда конечно люди с большим удовольствием смотрят, читают и говорят да, этот человек профессионал, я хочу к нему в команду поэтому смотри это видео до конца, не переключайся, все простым языком доступно на примере. Поехали! Привет дорогие друзья, на связи Владимир Коваленко и сегодня я вам буду рассказывать как мы создаем этическую взятку, то есть бесплатный материал, который мы будем отдавать людям для того, чтобы получить взамен ихний контакт. То, чтобы они прогревались, читали про то, чем мы делимся, влюблялись в это. Ну это называется такая своеобразная оборотка, когда мы утепляемся со своими потенциальным покупателем, со своим потенциальным партнером, клиентом. Вот я вам сегодня на примере покажу, как я создавал вот эту книгу, как сделать прям вот такую таблошку, которую вы сможете размещать у себя в сторикс, в постах, чтобы это было вкусно и красиво. Дальше как я сделал именно такую книжечку, да, в виде презентации, красиво упакованную. Вот такие приятно смотреть, читать и они сразу вызывают доверие, то что кажется, ну профессионально сделано. Хотя это дело не дизайнер, я делал, у меня нету дизайнерского какого-то образования. Первое, что нам необходимо сделать, это конечно же определиться с темой. Мы определяем системой, что мы будем давать. Тема обычно нужно выбирать из того, из более своей целевой аудитории, что, какую боль мы можем решить, что мы можем дать. Этические взятки не могут быть как чек-листы, но в моем случае это сегодня будет пример книга, как пошаговое руководство. Называется «Бизнес для женщин с нуля. Секреты успешного старта», в которой я зашил информацию о нас как о лидерах, да, и о возможностях интернета, и что нужно применять для того, чтобы получить быстрый старт в бизнесе без вложений. Сделал уклон на сетевой бизнес. Все заранее, лучше всего прописывать в текстовом редакторе, потому что в интернете, да, в системе, которые мы будем делать, на площадке, это тоже можно сделать, но здесь вы написали, посмотрели, прочитали, убрали лишнее. Я предпочитаю делать так, чтобы была конкретика, пошаговые действия, никакой воды. Вот вообще уберите у себя, чтобы лить воду, вот эту бесполезную информацию давать. Давайте вот, люди любят сейчас четкость, потому что идет большой поток информации, вот в интернете, и вы должны выделяться, вы должны быть лаконичны и четки. Только мясо, только рок-н-ролл. Итак, мы прописали, определились с темой и создали контент. Все окей, у нас есть это первый шаг, такая заготовочка. Дальше, мы переходим на площадку. Эта площадка называется Canva. Я ее недавно открыл для себя. Раньше я делал книги, PDF-чеклисты и все остальное, я делал в PowerPoint. Затем я открыл для себя Canva. Она мне сначала показалась какой-то сложной, но стоило просто немножко разобраться. Здесь много всего есть. Я вам не буду давать все ее возможности. Я вам покажу конкретно, что делаю я, чтобы сделать классный, быстро сделать классную книжку, которая привлекает внимание, которая скачивает, смотрит и говорит, о, круто, дизайн офигенный, все хочу. Итак, вам нужно зарегистрироваться в этом сервисе. Вы вбиваете в поисковике просто Canva, либо Canva.com и вас сразу перебрасывают на сайт. Любой поисковик YouTube, Яндекс, Google знает этот сервис. И сам сразу вам выдаст его. Поэтому ссылочку я даже прикреплять не буду. Вы поймете все быстро и легко. Теперь, здесь попадайте на главную страницу. Здесь все, очень много все. Презентации, плакаты, логотипы, куча, куча, куча готовых шаблонов для того, чтобы вы могли создавать, творить. Посмотрите, сколько всего. И прямо оно еще будет загружаться на разные тематики. Здесь, если разбираться по всем вот этим, по всей навигации, главное понятно, да, все дизайны, это те шаблоны, не шаблоны, те документы, которые вы создали. То, что вы создали, они все здесь сохраняются. А шаблоны, это вы можете конкретно по шаблонам здесь выбирать. Смотрите, публикации в Instagram, для Facebook, флайеры, открытки, визитные карточки. Все вы это можете редактировать самостоятельно и бесплатно. Здесь есть платные услуги, но в основном все бесплатно. Дальше, фото, это то, что вы загружали. И то, что есть в системе, то, что вы можете брать. Вот, фирменный стиль, это то, что вы для себя можете для своей команды отдельно создать. Но я туда уже сильно не углублялся. Смотрите, для того, чтобы нам создать классный вариант книжки, PDF, да, я просмотрел разное. Я просмотрел разные дизайны, разные, что имею в виду разные. Я смотрел шаблоны, которые как презентации, как плакаты, как инфографика. И больше всего мне понравилось следующее. Вбиваем, сейчас давайте не вбиваем, давайте нажмем создать дизайн. Здесь вот предлагается, что выбрать, презентация, плакат, логотип, трата. Мы вбиваем, маркетинг, презентация, предложение. Вот, маркетинг, предложение. Там прикольные дизайны. Мне они очень нравятся. Смотрите, они уже готовые. Вот, открывается сразу страничка, где мы создаем. Вот, они уже готовые есть. Чтобы посмотреть, что там внутри, ибо наводите мышкой, и оно листается вправо-лево, да. Ну, каруселькой. Либо нажимаете, и оно вам сразу открывает две странички. Вы можете выбирать. И вот таким образом мы себе выбираем. Давайте будем выбирать. Вот, я создавал ту книжку из вот этой обложки. Сначала нам нужно сделать первое. Обложку. Какая будет обложка? Потому что обычно смотрят на обложку, и дальше принимают решение. Это как по фотографии, или когда вы приходите на встречу, как вы одеты, да. И по обложке книжки решает, интересную читать, или все-таки такое не очень. Поэтому будем создавать. Мне понравился. Тут много разных вариантов. Будете смотреть себе, выбирать то, что вам больше всего откликается. Я выбрал тогда вот этот вариант. Все, нажимаем, выбрали. У нас она зафиксировалась. Здесь мы можем менять фотографию, мы можем менять написание текста, и все остальное. Я вам покажу, как это делается. Сейчас не буду на этом останавливаться. Дальше. Будет примерно такая обложка, да. Что здесь вообще вам рекомендую указывать на обложке? Я вам рекомендую указать ваш инстаграм. Смотрите, что сделал я. Вот обложка. Знакомая, да? Смотрите. Раз. Два. То же самое. Я указал инстаграм. То есть, аккаунт, который люди, когда будут читать, у них сразу есть куда обратиться. Они сразу смогут, если что, набрать. Если не знают, как меня найти, сразу есть подсказочка. Коваленко и Бесси. Они находят нас в инстаграме. Обязательно указывайте свои контактные данные для того, чтобы люди могли быстренько вас найти. Вот. Ну, а дальше мы не нужно поубирали и продапислили. Дальше. Выбираем вторую страницу. Создаем вторую страницу. Для этого нажимаем кнопочку «Добавить страницу». Нажали «Добавить». Да. А, мы можем выбрать вот эту. Да. По дизайну она прикольная, креативная. А если мы не хотим эту, дальше идем искать. Нажимаем крестик. И дальше в поиске здесь выбираем, например, так, вот здесь. Такая подойдет нам. Ну, давайте еще посмотрим. Да. Та-та-та. Так. Вот такая. В принципе, неплохо. Да. Здесь можно будет фотографию как раз свою поставить. Так как это знакомство и там первым должна стоять фотка. Давайте ее все, ее оставляем. Теперь делаем следующую, третью страничку. Выбираем. Чтобы по дизайну подходил. У нас здесь в основном преобладает желтый цвет. Можно здесь глянуть. Можно, в общем, из разных шаблонов. Смысл в чем? Из разных шаблонов компоновать что-то свое одно. Можно вот эту выбрать. А давайте то, как было в нашей книжке. Вот это возьмем. Правда? Неплохо. Все, третью страничку добавили. Это мы такой, создаем каркас, который мы будем дальше редактировать. Та-та-та. Все. Какас, в принципе, есть. Смотрите, дальше. Что мы делаем? Увеличиваем страничку. Нам нужно это. В принципе, можно убрать. Можно добавить символ инстаграма, элемент. Выбираем элементы. Здесь нам выдаются. Уже есть недавно использованные. Либо вы в поиск вбиваете инстаграм. Инстаграм. И система вам сама найдет, предложит. Смотрите, классно. Все удобно. Все готово. Вот мы недавно использовали. Возьмем его. Раз он, нажали на него, он появился у нас. Перетаскиваем на нужное место, которое нам необходимо. И теперь надо нам написать имя своего аккаунта. Вот текст был, я его не удалял. Давайте его и используем. Когда мы нажимаем на текст, вот здесь появляется менюшка для работы с текстом. Смотрите. Подчеркивание, жирный курсив, выравнивание текста. По центру, так, сяк. Давайте мы возьмем с левого края. Видите, сразу меняется. Также размер шрифта. Сейчас напишем свой аккаунт и дальше проработаем. Так, окей, написали. Все. Теперь будем увеличивать. 28. А здесь жирным, да? Давайте уберем жирность. Здесь как бы у нас такие тоненькие. Все. Окей. Теперь можно этот значок тоже в сторону. Здесь вы уже смотрите, как вам визуально больше нравится. Берете, включайте свое творческое начало и редактируйте. В принципе, неплохо. Написали. Дальше. Фоточку нашу надо поставить. Дальше здесь как бы идет полет мысли. Вы сами думаете, что дописать, что да как. Давайте фоточку поменяем. Вы свою поставите, да? Так, чтобы это личный бренд. Нас больше узнавали. Я вам рекомендую использовать фотографию в формате PNG. То есть, чтобы был ваш силуэт. Силуэт. А задний фон был вырезан. Вырезан. Чтобы пустота была. Чтобы белого ничего не было. Чисто так. Поэтому для того, чтобы загрузить фотку. Эту мы выделили. Удалим. Давайте удалим ее. Удаляем. Нажимаем фото. Здесь есть уже готовые стандарты. И мы нажимаем, так мы хотим свою кнопочку загрузить. Загрузить изображение или видео. То, что вот есть. Я уже до этого загружал. Вот. Окей. Выбрали. Нажали. Оно сразу появилось на главной страничке. Дальше. Что мы делаем? Сейчас я вам покажу, как можно поработать со слоями. То есть задний, передний фон. Этого нам необходимо. Смотрите. Может быть такой момент, что мы фотку до поставили. То другие элементы мы не можем двигать. Поэтому давайте их заранее посдвигаем. Чтобы потом мы могли спокойно передвигать. Готово. Выбираем нашу фотографию. Нажимаем расположение. И напишем, что на задний план. Раз. Видите? Сразу все остальные надписи, они оказались сверху. Теперь мы можем дальше редактировать. Я это на глаза. Сейчас модно это все. На глаза поставил, да? Теперь пишем текст. Это все можно укорачивать, удлинять. Нажали. Можно видите? Раз, раз. Уменьшить, увеличить. Все хорошо работает. Работа с текстом очень простая, как и в обыкновенном вордовском документе. А в текстовом документе у нас тема какая? Бизнес для женщин нуля. Пишем. Поделим текст. Пишем. Бизнес. Для женщин. Для женщин. Смотрите. Здесь у нас вот так оказалось. Мы можем, берем и раздвигаем границы, чтобы оно все поместилось в единую. Все видите, в одну плашку оно появилось. Нам не хватает черненького. Нам, значит, его тоже нужно немножко растянуть. Растянули. Теперь у нас все хватает. В принципе, здесь все понятно. Видите, ребята, для того, чтобы можно было работать с текстом, все просто. Нажали. Выделили текст. Меняем размер шрифта. Здесь, как и в вордовском документе, выбираем шрифт, с каким будет все написано. Все очень просто и легко. Смотрите. Вот, видите, поменялся шрифт. Все это в режиме онлайн. Просто, легко. А какие-то символы, если нам что-то не нравится, мы берем, перетягиваем или вообще удаляем. Видите. Все можно удалять и можно возвращать. Стрелочками отменить вперед. То есть мы наши действия корректируем. Вперед, назад. То, что мы делали, возвращаем назад. Окей. Следующим шагом мы идем здесь. Дополнять. Точно так же. Вставляем текст. И работаем с текстом. У нас есть наш текст. Здравствуйте, дорогие. Тра-та-та. Берем. Скопировали. Здесь напишем. Будем знакомы. Приветствую. Будем знакомы. Отлично. Все вот эти вот элементики, мы их всех можем двигать право-лево. Видите, все оно очень хорошо работает. На передний фон. Если мы хотим на задний фон, смотрите, выделили элемент. Нажали расположение и выбираем. Назад по центру, по правому, по левому. Это мы сейчас отцентровать брали. Нажимаем назад. То есть, он идет на задний план. Фотографии выходят на передний план. У нас не видно. Можем вернуть обратно. Вперед. Теперь видно. Понимаете? Будем знакомы. Написали дальше. Раз. Текст. Выделили блок. Видите, все блоками здесь расположено. Раз. И вставили наш текст. Здесь дальше мы с нашим текстом работаем. Корректируем, чтобы все это красиво смотрелось. Видите, можно раздвигать границы, где будет надпись. Можно сужать. Все просто. Для того, чтобы заменить фотографию, выбрали фотку. Нажимаем, да. Можно мы ее как бы право-лево подвигать. Либо взять и заменить. Давайте сюда. Наша семейная фотография. Все. Берем, перетаскиваем. И оно автоматически сюда попадает. Просто ее отцентруем. Чтобы было. Вот так. Да. Выбрали. Окей. Но нам нужно ее отцентровать. Два раза нажимаем. И теперь мы можем как бы двигать по сетке. Так, чтобы это было. Чуть-чуть ее уменьшим. Все. Отцентровали. Все просто. Все. Даже если вы не понимаете, не знаете методом тыка, можно легко это все организовать. Вот. Уменьшили, увеличили. Все интуитивно понятно. Вот эту вот полосочку, да, давайте отправим на задний фон. Секунду. Выделяем. Расположение. Назад. Все. Она спряталась за нашей фотографией. Вы также, если где-то ее еще раз захотите добавить, берете, выделяете. Ctrl-C. Копировать. Нажимаете Ctrl-V. Она дублируется. И дальше вы перемещаете куда хотите. Можете сюда. Да. Можете. Вот видите, значочек ее можно вот так вот крутить. Может мы вот так вот текст захотите разделить, да, чтобы было. А, ну прикольно. Вот. Вот так вот разделить. Можем ее уменьшить. Раз. Уменьшаем. Утолщаем. Все просто, все интуитивно. Все. Здесь понятненько, да, но мы не будем делать, нам это не надо. Дальше. Здесь поработали с текстом, разместили, посмотрели сколько, чего, куда вставилось. Переходим к следующему. Точно так же работаем с текстом. Границы текста мы можем расширять. Право, лево. Вы когда нажимаете на текстовый блок, вам видно все нюансы. Можно потянуть, увеличить. Можно расширить, сузить. Меняем. Так же. Здесь есть такой момент. Видите, текст он, скажем так, в группе. Когда мы двигаем, он все вместе. И заглавие идет, и отдельно блок, и отдельно блок. Мы можем это разгруппировать, потому что, например, ну неудобно нам. Мы берем тогда, выделяем это все. Все, целый блок. И есть кнопочка разгруппировать. Сейчас увидите, что произойдет. Раз, все. Теперь мы отдельно, каждый элемент, можем двигать по отдельности. Это сюда, можем подменить это сюда, это пониже отпустить. Понимаете? Вот так вот все это просто происходит. Раз, два, три, раз, два, три. Для этого мы делали разгруппировку. Чтобы сгруппировать, мы также можем всех их выделить. И кнопочка группировать. Они теперь будут единым блоком. И когда будем двигать, они все вместе передвигаются. Все то, что мы выделили, когда хотели группировать. Здесь все понятно, друзья. Ничего сложного, ничего военного. И таким образом мы создаем целую страничку. Что я вам рекомендую? На последней странице, давайте я сразу открою шаблон, который у меня уже был. Все, кстати, сохраняется автоматически. Все действия, которые вы сделали, они все сохраняются автоматически. И когда вы переходите на главную, да, вы переходите на главную. Все дизайны, здесь все есть, все шаблоны, с которыми вы работали. Сейчас мы готовятся предварительно. То есть, если мы нажмем еще раз, то загрузится то, с чем мы работали в последний раз. Видите, все удобно. Все то, что мы двигали и передвигали. Сейчас я вам покажу один нюанс, который я вам рекомендую делать в своих книгах. Уже на готовом примере. Это книжка, которая вот, я вставил текст. Все с этим поработали. Видите, вот эта полосочка. Все дизайнерские, все просто и легко. Вот, я вам рекомендую внизу каждой странички делать свое, ну, свое лого оставлять. Можно даже не лого, а свои контактные данные. Например, если у вас есть сайт, то обязательно прописывайте сайт. Мы написали, да, наш личный сайт по нашему бизнесу. И инстаграм, для того, чтобы люди вас не потеряли. Если они захотят все-таки узнать побольше о том, чем вы занимаетесь, что вы предлагаете. Они, возможно, где-то скачали в интернете, там свайпнули, да, или в какой-то группе в телеграме, вконтакте. И теперь они хотят, но не знают, где вас найти, что же делать. А все есть, вы оставили для этого свои контакты, в своем, в своей PDF, в своей этической взятке. Именно для этого мы это и все делаем, чтобы люди упрощаем им жизнь, чтобы они могли обратиться к вам. Я делал не на каждой страничке, да, чтобы это прям не мозолило. А такая нативная реклама, вот, на второй страничке, потом на четвертой, все через одну. Видите, добавлял. Все просто и все легко. Что я вам хотел сказать? Рекомендую. Рекомендую. В конце, в конце делать следующее. Это вот конечная страничка. Все, мы здесь написали опять. Взял обложечку определенную, то, что мне понравилось. Бизнес для женщин, все, уставил символы, все вот эти, их можно менять. Элементы, я имею в виду. Все это можно менять. Шрифты, вы видели, как это все просто и легко делается. Фишка в чем? Рекомендую настоятельно. Мы написали с уважением Елена Коваленко и оставили свои контакты. Смотрите. Мы их сделали кликабельными. То есть, мы написали инстаграм. И мы в слово инстаграм зашили ссылку. Нажимайте на троеточек, открывается полное меню. И здесь есть такая кнопочка, называется ссылка. Хоп. А, это на YouTube, да? Кнопка YouTube. Это Telegram. Ну, в общем, смотрите. Нажимаем ссылка, Telegram. Сюда мы вбиваем ссылочку. Нажимаем применить. И теперь человек, когда мы сохранили в PDF формате, человек будет нажимать. Давайте на примере YouTube. То есть, эта ссылка становится кликабельной. Смотрите, как это работает. Книжку, да? Вот скачали. Человек ее читает. Да? Читает, читает. Все ему понравилось. Зашли в конце. Думаю, так. Что еще интересного есть? Он такой. Instagram. Видите, я навожу, сразу она становится активно. Нажимаю Instagram. И меня перебрасывает на наш Instagram. Да? Классно. То есть, человек еще больше может с нами познакомиться. Дальше. Он такой, YouTube. О, интересно, что там они на YouTube рассказывают. Нажимаю YouTube. YouTube сразу перебросила на нашу страничку YouTube. И смотрит, чем мы можем быть полезны. Наши видосики, да? То, что люди смотрят. А мы выкладываем здесь экспертное видео. Видео по нашей. Из нашего лайфстайла, как мы отдыхаем. Из нашего обучения. Все разбито, все оформлено. Все очень. Человек тут. Так, Telegram. Интересненько. Что там Telegram нам? Открыть. Раз. И перебрасывает человека на группу мою. MLM, упакую и кайфую. Бизнес Владимиром Коваленко. Где я даю разную информацию по бизнесу. Понимаете? Вот как это работает. Поэтому я вам очень сильно рекомендую зашивать активные ссылки в конце. В принципе, это можно использовать не только в конце и в серединах, где кликабельно. Если вы рассказываете про Инстаграм, типа, скажите, вот на примере Инстаграм и пишите слово Инстаграм. Любое слово можно выделить. Смотрите, я могу выделить слово Елена Коваленко. Чтобы вы понимали. Елена Коваленко. Нажимаю. Три точечки. Ссылка. И сюда можно вставить любую ссылку. Давайте из Инстаграма и вставим. Вставляем. Применить. Все. Эта ссылка, это слово становится активным. Оно, видите, даже подчеркивается. И теперь, когда человек будет смотреть, читать, он может навести, нажмет и его перебросит на нашу страницу Инстаграм. Также можно зашить сайт, все что угодно. Все те электронные ресурсы, которые вам помогают в бизнесе. То, что вы куда хотите перекинуть. Но обычно это используется как определенная такая вороночка, чтобы дать больше информации о клиенте. Можно на лендинг, на сайт, на продуктовый, на товар и все остальное. Очень крутая фишка, очень круто работает и обязательно это используйте. Вот таким образом можно создать очень просто и легко. Посидите, посидите. У меня где-то эту книжку заняло час создать. Ну, смотрите, как она вкусно выглядит. Сразу хочется. Думаешь другим, вот я вам скажу так. На удаленке, чтобы оформить один слайд, стоит, по-моему, 500 рублей. 500 рублей. И вот посчитайте, сколько я сэкономил денег. Сейчас мы дойдем. 10 страниц по 500 рублей. 5 тысяч рублей я сэкономил. И я не скажу, что здесь как-то не очень выглядит. Все здесь дизайнерские, всякие символы, всякие значочки. Все оформлено, все красиво. Вы точно так же сможете легко оформить без каких-либо дизайнерского, как это, без дизайнерских навыков. Вы просто берете, заменяете элементы, меняете текст, то, что вам не нужно. Просто берете, выделяете и удаляете. И это работает, друзья. Вот таким образом можно создать очень крутую этическую взятку, PDF-документ. В этом сервисе, в Canva. Следующее, что я вам хотел показать, как я все-таки создавал еще вот такую вот обложку. Чтобы книга выглядела. Для этого есть сервис. Сейчас я вам покажу. Который называется 3D Cover Design. Вы переходите на него. Вот он. 3D Cover Design. Ру. И здесь можно сделать разный дизайн коробочек. Как это будет выглядеть. Видите, и вы листаете, и выбираете себе. Тра-та-та, тра-та-та. Как будет выглядеть ваша книжка. Например. Да. Ну, например, тетрадь. Да, вот. Тетрадь. Тетрадь на пружинке. Выбрал. Здесь нужно загрузить лицевую сторону. Мы специально для этого, что делали? Сохраняли обложку книги. У нас есть она отдельно. Мы ее берем сюда. Выберите. И нажимаете создать 3D. В ожидании чуда. Все. Смотрите. Вот так вот выглядит теперь ваша обложечка. Очень вкусно. Вы ее можете размещать. Была просто картинка. Теперь она как тетрадка. Рабочая. Вы нажимаете скачать оригинал. Вот. Прям в хорошем качестве. Смотрите. Все как будто реально тетрадка. Сохранить изображение как? Оно сохраняет в формате PNG. То есть. А будет все обрезано. Вот этого вот белого не будет видно. Если вы куда-то будете вставлять. То это будет прям вот так вот. Без лишних каких-то деталей. Будет чисто ваша тетрадка. И я же вам забыл сказать как сохранять. Вот мы например сделали до дизайн. Все нам нравится. Мы нажимаем скачать. Прям PDF формат. Да он обычно стандартно тут стоит страницы. И начинаем скачать бесплатный эскиз. Нажимаем следующее. Скачать бесплатный эскиз с водяным знаком. То есть водяные знаки. Это я вам скажу вот что. Вот видите такие крестики. Их особо и не видно. И не поймешь что это водяной знак. Поэтому я их не удалял. Их можно заменить на другие элементы. Вы можете это все легко сами выбрать. Заменить. Но меня устраивало. Не показывать что я что-то там. Не мешало виду моего визуальному. Поэтому я выбрал. Вы можете оплатить и скачать. Я выбрал скачать бесплатный эскиз с водяным знаком. Оно сейчас все будет загружаться. Готовится. И мы сохраняем. Сохраняется оно в PDF документе. На рабочий стол. Сохранили. Открываем. Сохраненное. Вот так выглядит. Все очень просто и легко. Мы сохранили. Создали обложку. Которую нам необходимо было. Какую мы хотели. Вот она выглядит. И сохранили наш книжку. Другой друг. Я надеюсь тебе было архиполезно. Это видео. Я попытался показать тебе. Те пошаговые действия. Которые необходимо совершить. Для того, чтобы получился у тебя классный продукт. Классная упаковка. Это было вкусно. И там конечно много возможностей. Но я не стал давать все, чтобы не засорять твое инфополе. Ведь много информации сейчас поступает тебе и так. Было полезно это видео. Ставь лайк. Подписывайся на канал. Обязательно в комментариях напиши. Полезно было тебе. Понятно. Непонятно. Что бы ты еще хотел узнать. Такие темы. Возможно ты хотел бы смотреть мои видео. Поэтому не прощаемся. До скорых встреч. С вами был Владимир Коваленко. Пока.